Жизнь вне опасности. Стали известны подробности состояния мальчика, на которого в среду упала глыба льда. После происшествия его сразу доставили в детскую поликлинику номер один. Врачи признаются, травмы не угрожали жизни. Врачи отмечают, что этот случай стал первым за последние 10 лет. Напомним, что мама с сыном гуляли около общежития филиала Санкт-Петербургского университета путей сообщения, когда сошла лавина. Здесь до сих пор оборваны провода, зато появились новые сигнальные ленты и почищена крыша, чего еще вчера не было. И не смотришь, что там на крыше. Поэтому вижу, какая упала глыба. Глядя на крышу и глядя сюда, все-таки и мама достаточно далеко от крыши. Поэтому тут вот я не знаю, как это вообще могло все произойти. Там вот у техникума всегда огорожено. Вот несколько лет я здесь живу, там всегда у них огорожено. А здесь, ну вы согласитесь, что далеко. То есть это вот случайность такая. По версии дирекции вуза, глыба льда отскочила от козырька здания прямо на мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». В рамках расследования уголовного дела следователи изымают организационно-распорядительные документы учреждения, хозяйственную документацию, которая содержит сведения о работах, проводимых в целях обеспечения безопасности эксплуатации здания и также лиц, ответственных за их выполнение. Проводятся допросы, иные следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшей трагедии. А вот об этом здании в социальных сетях ходили легенды. На состояние крыши жаловались уже несколько недель, ведь рядом школа номер 14, и мимо каждый день проходят ученики. Мы мимо этого дома ходить не можем. Там ходят школьники, постоянно, извините, школьникам, детям перекрывают дорогу, а никто ничего не делает. Раз в жизни сбросили лед, они бросили его на тротуар и ушли, а с тротуара никто. А я старая, мне 80 лет, я через их глыбы могу пройти? Наша телекомпания не раз делала сюжеты о состоянии городских крыш. Так, в проезде Грибоедова с дома номер 4 сошла снежная лавина. Она оборвала провода и разрушила железные удерживающие ограждения. Похожая ситуация на улице Петрова, дом 10. Снежный массив буквально уничтожил кондиционеры. От порывов ветра до сих пор шатаются металлические конструкции. Последствия никто не убрал. А в январе полуметровый слой снега разрушил крышу остановки на Московском шоссе. Бороться с проблемой самостоятельно призывают в социальных сетях. Для этого предлагают распечатать таблички с надписью «Осторожно, сосульки!» и разместить их около потенциально опасных домов. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».